Сегодня мы будем учиться рисовать предметы, которые обычно ставят на терморты. Вот кувшин. Он симметричный, поэтому мы сделаем ему сначала среднюю линию, потом мысленно разделим его на части и наметим кувшинчик. Средняя линия. Мы ее рисуем посередине листа. Может быть, конечно, средние линии и другие линии, они называются линиями построения. Я специально взяла карандаш помягче, чтобы было видно четко, как я это рисую. Видите, как я держу карандаш? Вот правильная позиция. Когда ты рисуешь линии построения, вот так надо держать карандаш. Потому что вот так идет у нас линия прямая. Если мы рисуем вот так, то рука невольно дает нам движение окружности. И для того, чтобы правильно нарисовать вот эту линию, нам надо все время прерывисто ее вести. А вот таким образом, когда мы держим карандаш, упирая в ладонь, мы можем вести прямую линию просто благодаря тому, что делаем прямое движение вниз. Так, линия проведена. Сейчас подумаем, какая часть больше. Вот он как бы мысленно его разделим на две половины. Половина горлышка с крышечкой. И половина его брюшка и донышко. Ну, то, что это не пополам делится, это точно. Вот сейчас, внимание, как нам измерить соотношение вот это к горлышку с крышкой. Как нам это измерить? Мы не можем же взять линейку, приставить. Потом предмет может быть любой величины. Он может находиться на любом удалении. А знать нам это надо. Вот есть такой прием. Да, ну, он разработан у художников. Один глаз закрывается. Художник вытягивает руку во всю длину. И на вертикально стоящем карандаше откладывает от кончика карандаша до, например, начала этого брюшка, кувшинчика. Вот это расстояние. Хорошо, вот так вот. Один глаз закрыт. Зрительно у меня совпадает. Вот, сейчас я постараюсь сделать так вот. Совпадает средняя линия кувшина. Зрительно она совпадает. В пространстве она не совпадает. А вот зрительно совпадает. И сравниваю вот этот размер с другим размером. Так. Вы знаете, что удивительно? Оказывается, что от крышки до конца горлышка, то же самое расстояние, что от конца горлышка до конца подставки. Что это значит? Мы можем думать, что это значит, что вот, мол, вот этот размер равен размеру вот этому. То есть размеру, кувшинчик делится на две половины. На самом деле, это только с моей точки зрения так происходит. Потому что вот размер вот этого донышка, он изменяемый. Если мы поднимемся повыше, то, естественно, донышко, оно будет более круглым. Значит, размер этот увеличится, да? А если наоборот мы поднимем кувшин вот выше на уровень горизонта, то наоборот этот размер сократится. Вот. Чтобы вот этот размер на уровень горизонта попал. То есть вот представим так вот. То есть мы видим, что окружность, чем ниже она, тем она более раскрытая и становится более широкая, объемная. Ну, ладно. Так. Ну, допустим, по композиции нам достаточно сделать кувшин. Вот. От сих до сих. Сразу берем серединку. Сейчас. Каждый начинающий художник должен эту серединку сначала себе просто поставить на глаз. Потом сравнить карандашиком, насколько это правильно. Вот. Ага. Значит, неправильно. И вот сейчас мы будем сравнивать. А потом при помощи бумажки, ну, допустим, такой бумажки, вот этой вот стороной возьмем, чтобы тут никаких складок не было. Вот так. Видите, насколько ошиблась? Значит, это где-то вот здесь будем. Сейчас сравним. Найдем эту серединку. Раз. Так. Вот. Вот у нас будет серединка. То есть, это вот это самое место. Благодаря этому сейчас быстренько набросаем на глаз, без всяких измерений, вот этот вот кувшинчик. Конечно, он еще не точно изображен. И придется еще его не раз исправить. Для того, чтобы исправлять, надо иметь. Что исправлять? Так. Вот, скажем так. Так, теперь что нам надо сделать? Давайте-ка померяем высоту крышки. Сколько раз высота крышки умещается, например, вот в этом горлышке. Вместе с крышкой. Сейчас мы возьмем этот размер вот так вот. Раз, два, три. Может быть, три раза. А ну-ка, в пространстве. Один глаз закрыли. Рука вытянута. Раз. Два. Так. Два. Два и четыре десятых. Еще разочек. Раз. Два. Давай пять десяток, точнее. Значит, опять-таки я беру этот размер за единицу. Опускаю его. Раз. Кончик карандаша здесь. Потом, где у меня был палец, туда ставлю кончик карандаша. Два. Видите, где пересечен карандаш? Где-то вот здесь. Значит, это будет 0,5. Если мы вот этот размер взяли за единицу. Тут, как говорится, попробуешь рассос, то получится просто. Может быть, кто-то не может понять за один раз, как это происходит. Но попробуйте. Попробуйте. Спросите у других художников. Посмотрите, как это делают в художных школах. Измерять, строить надо научиться обязательно. Иначе дело не пойдет художественное. Так, значит, мы сейчас замерили, что высота крышки, ну, не всей крышки, даже плюс вот до этой линии, будет укладываться в высоте горлышка кувшина плюс крышка. Значит, раз, два и половинка. Да? 2,5. Значит, мы вот эту высоту должны примерно разделить на 2,5. Теперь мы видим, насколько не точно было предыдущее изображение. Так, ага. Если мы вот так, вот так, не так, вот так. Так, смотрим, сравниваем. Ага. Если вот это у нас будет, берем за единицу раз. Так, два. Так. Это, значит, у нас получится немножко побольше, потому что 5 десятых где-то вот здесь будет. Вот так вот. Ну, конечно. Конечно, нельзя сказать, что мы замеряем это все до последнего миллиметра. Хотя во многом это было бы неплохо делать. Потому что когда потом художник столкнется с изображением, например, портрета, он увидит, что лицо человека, оно зависит от таких мелочей. Характер лица, которые еле заметны. Характер лица. Характер лица. Характер лица. Характер лица. Характер лица. Характер лица.